Россия будет требовать возобновления расследования катастрофы малазийского Боинга под Донецком. Об этом сегодня заявили в Росавиации. Там подвергли резкой критике, представленной накануне голландским совбезом, отчёт о причинах трагедии. О том, что документ вызывает много вопросов, в нём много несостыковок, заявил замглавы российского ведомства Олег Старчевой, входивший, кстати, в состав комиссии по расследованию. Продолжение темы у Григория Мельянова. Отчёт Международной комиссии не анализ, а подгон доказательств под заранее сделанные выводы, считают в Росавиации. На пресс-конференции замглавы федерального агентства был жёсток в оценках. Уровень нелогичности в отчёте, ну, извините, просто зашкаливает. Отчёт не изобилует фактами, подтверждающими полноценность и достоверность проведённого расследования. Олег Старчевой представлял Россию в комиссии по расследованию катастрофы Боинга. Он и раньше заявлял, что нашим специалистам не дают полноценно участвовать в следствии, не допуская практически ни к чему, в том числе к месту катастрофы. Мы не могли выехать на место самостоятельно. И самостоятельно проводить какие-то изъятия или какие-то исследования без официального разрешения или одобрения на то председателя комиссии по расследованию. Мы обратились в Голландию, обратились к председателю комиссии. Но, тем не менее, услышали, что это небезопасно. Голландская сторона считает, что это небезопасно. И такой, соответственно, выезд не состоялся. Нидерландская сторона не приняла во внимание даже нашу информацию о проведённом эксперименте по подрыву боевой части на специальном стенде-макете. Стоит ли удивляться, что результаты теоретических изысканий голландцев, мягко говоря, разошлись с практическими экспериментами российских оружейников. И ракета у голландцев не та, и запущенная из другой точки, и поразила Боинг на встречном курсе в левую сторону кокпита. Хотя наши специалисты доказали, в случае встречи с ракетой на противоходе у лайнера не уцелел бы правый борт, а вот левый двигатель напротив не пострадал бы. Комиссия держится за неверные данные, иначе рухнет версия о том, что стреляли якобы с территории подконтрольной ДНР. Просто вырваны из контекста расчёты концерна ПВО Алмаз-Антей относительно района пуска ракеты. В ходе расследования не проведена полноценная экспертиза с целью определения марки сталей, из которой были изготовлены поражающие элементы. Эти якобы обнаруженные поражающие элементы, вероятно, представлены для того, чтобы обеспечить ход расследования в нужном направлении. Форма и химический состав реальных поражающих элементов типа «Бабочка» после подрыва боевой части ракеты типа «ЗРК БУК» и это подтверждено проведёнными экспериментами, не имеют ничего общего с тем, что представлено в окончательном отчёте. Этим вопросом уже задавались наши оружейники. Почему вообще в списке вещдоков фигурируют эти двутавры-бабочки, ни одна из которых не оставила следов на обшивке «Боинга»? Откуда взялись поражающие элементы от другой ракеты? Попросили комиссию, если у вас есть такая информация, пожалуйста, предоставьте нам какие-то номера, возможно, оставшиеся на этих частях, для того, чтобы мы провели исследование, так как разработчик имеет базу данных, какие номера ракет, когда выпускались, куда поставлялись, когда обслуживались и в каком состоянии находятся. Ну, нас, опять же, не услышали. Это избирательная глухота. Комиссии тоже имеет объяснение. На второй день после трагедии с «Боингом», когда не было известно никаких деталей, Барак Обама, президент Северный Союз, уже объявил виновниками ополченцев и их покровителей Россию. И, конечно, вот это вот заявление Барака Обамы, давление западной прессы оказало очень сильное воздействие на нидерландских исследователей этого процесса. Поэтому против правды они пойти не могут полностью. Но вот попытку сделать удовлетворение тех и других они сделали. Но и полуправда, она хуже лжи. А ведь те же США столько раз грозили. Вот-вот предоставят некие якобы неопровержимые доказательства. Если есть такие важные и необходимые данные, почему они не предоставляются в комиссию по расследованию? Может быть, кто-то просто не хочет предоставить эти данные? Или, исходя из такой политизированности расследования, специально их не дает? Мы готовы исследовать, но их нет. Россия же предоставила данные средств объективного контроля, что называется, по горячим следам. Тем более странно звучало заявление премьер-министра Нидерландов. Тот призывал Москву в полной мере сотрудничать со следствием. С самого начала, с первых моментов, мы были готовы подключиться к этой работе. Однако нас под различными предлогами не допускали к участию в расследовании. Не менее странно, что сразу после опубликования доклада Нидерландского совета по расследованию вопросов безопасности, с готовыми выводами потребовалось сотрудничество Российской Федерации. Где же все были раньше? Единственное, в чем можно согласиться с голландцами, Украина несет ответственность за то, что не закрыло воздушное пространство в зоне боев. Стоит отметить, что сразу после презентации доклада, родственники погибших пассажиров Боинга объявили, что подадут на власти Украины в суд, как раз за то, что те не закрыли небо. В остальном же подход голландцев к расследованию в Росавиации назвали возмутительным. И это вынудило нашу страну обратиться в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, с просьбой вмешаться. Россия будет настаивать на возобновлении расследования. Григорий Емельянов, Дмитрий Жгенти, Первый канал.